Мерседес Бандский фашидей Лада, что-то узнала на Мерседес Бандский фашидейс на пресс-конференции? Потому что деловая парадигма с суждением моды Но это реально, она так и сказала, это баба, которая там сидела Я теперь запомню эту фразу и буду блистать всю неделю такими знаниями Кошмар, конечно, добраться невозможно Первый день мне очень сильно понравился Потому что по сравнению с прошлогодним Мерседес Бандский фашидейс Уровень этого события поднялся на порядок выше И это реально очень-очень круто К сожалению, за первый день я практически ничего не снимала Потому что я очень сильно стеснялась, так как я была фактически одна Но я обещаю справиться завтра Завтра меня ждет очень сильно насыщенный день Разными событиями А еще хочу вам рассказать про то, что случилось сегодня Вот вроде бы все было хорошо с организацией Ну, более-менее Относительно все нормально И тут такой эксцесс В общем, была гардеробная у них, которая стоит на входе Прямо возле самих дверей И возле нее постоянно выстраивалась очередь Просто длиной в километр И люди очень сильно мерзли Потому что двери постоянно дуло И они забегали постоянно внутрь Чтобы забрать свои куртки И там начиналась толкотня И некоторые кричали Я сам заберу свою куртку, не надо мне ее давать Начали забирать там свои куртки И таким образом пропала одна меховая какая-то шуба Я, в общем, на самом деле рада, что шуба пропала Вот, потому что я их не люблю Но это, конечно, ужасная ситуация Надеюсь, что завтра они что-то с этим придумают И будет круче Доброе утро Доброе утро Я успешно прогуляла универ И... Day 2 I'm ready Мы сейчас снимаем, потому что мы идем к Артуру Вот он стоит с Денисом Здравствуйте Здравствуйте Привет Здорово, привет Мы сейчас сразу кургаем Правильно? Ну дай хотя бы фоткать Как ты намутил эти штучки? Надо подходить серьезным лицом И делать вид, что ты здесь Пиздец сколько важешь? 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 Это твой блог? Да Привет Я тебя знаю, кстати Хочу передать привет всем зрителям данного видеоблога Почему вы так смотрите? Прикольно Хорошо Пока Я вообще-то рассказывал историю Как я намутил Мартини За люди пошли Я такого еще не было Хотели посадить наших друзей Но я уговорил, чтобы их не садили просто Не хотел, да? Не хотел, да Пацаны должны бегать на воле Пацаны это не розы, понимаешь? Они тоже вянут Розы любят воду, а пацаны свободу, понимаешь? Это девиз каждого ровного такого парня В модельном бизнесе Ровных парней в модельном бизнесе Очень много на самом деле, да 4-5 4-5 Но весь мой бэнд И не мой бэнд В общем есть очень много парней хороших В общем есть Выдилась, выделась Да, выделась Даже интересно Он просто пока не видит Ты говоришь? Он не видит пока что я его снимаю А телевидим? Ага Что-то говорила она на третьем этаже Какие-то конференции проходят Но там типа очень скучно Здесь негде потусить Вот ты стоишь, потом заходишь Сидишь, приходишь Абратно стоишь Понял? Покурить можешь? Все Спонсор нашего вечера А сегодня Мартини Мне кажется Мы отсюда не выползем никогда Видно? Досадно Ну ладно Ну ладно Мне прислали аккредитацию на ФВ Вот А Саша захотел пойти со мной Почти аппаратером Много думали чем занимается оператор Он оперирует Скай, привет Скай Хочешь помнить? Мы не умеем У меня есть нож Это значит типа Встаньте пожалуйста ближе Мне не удобно вас так снимать Постоятельно Постоятельно Неванты ли какие Мы лазим в катар Короче только что начался показ Но Мы решили на него не идти Потому что нет свободных мест И Саша что? Бар Мы выбираем тебя Как-то так Мы решили не пойти на последние два показа Решили пойти в кафе, но я немного не подготовилась. Сейчас надо запечатлеть то, что я в колготах. Мне безумно холодно. Немножко умираю. Почти катятся слезы от холода. Ну ничего, правда? Слезы нормально, ребят? Она успевает ныть во время этого всего, поэтому... Всё хорошо. Ещё жива. Ещё жива. Короче, к нам мы только сюда приехали, и к нам подошла сразу какая-то девушка и начала спрашивать, сколько стоит наш лук. И она написала это на табличке и заставила с этим фоткаться. И я просто фоткала с табличкой в Лизы из видео, там написано 5000 гривен. Я, наверное, самая дешёвая получилась среди всех, кого она спрашивает. Не переживай, не плачу. У неё было 6000. У неё было на 500 гривен дороже. Это из-за джинс. Если ты была в джинс, то тоже. Нет, брат. Бэтмену нравится. Это сегодня... Что я говорю? Это шума. Паутину нужно убирать. Хороший тост, сказал человек. За полбороды? За важную информацию. И полбороды. А, из-за полбороды, хорошо. Хочешь назвать так ролик? Важная информация и полбороды. Я блогер, но ровно второй день, чтобы вы понимали. Нам нужны плодинки метр семьдесят пять. Давайте пригласим на кастинге всех. От метр шестьдесят пяти до метр девяносто. И... Только на кастинге скажем. Простите, те, кто ниже сто семьдесят пять. Спасибо. В следующем сезоне будет яркая коллекция. Вы обязательно подойдетесь. Снежочек. Нормально? Приятно? Да, я пойду кататься под снежок такой. Я ж обожаю с него. Я живу. Это как солнце для меня. Не знаю, что снега. Доброе утро. Снимаю для вас маленькое видео про мейкап. Так что это получается прям видео в видео. Начался третий, четвертый. Какой уже день? Я уже вообще запуталась. Ладно. Первый день украинский фэшнвик. Мы пришли сюда. Точнее, я пришла сюда в четыре часа. Саша пришел в шесть. Да, мое имя такое делается. Я жива. Саша пришел в шесть. Я его ждала. И тут ничего не происходило. Я жестко замерзла. Меня не пустили на показ, потому что там была закрыта аккредитация. На второй тоже нельзя было, потому что там тоже закрыта аккредитация. А на третьей хотела прийти сесть. А там было так много людей, что я даже встать там не смогла. Мне ничего не было видно. И, короче, я расстроена. Хочу ехать на Mercedes-Benz обратно. Но пока Саша меня не поддерживает. Я все-таки жду, что здесь будет бесплатно наливать, мне кажется. Вот когда я узнаю это место, где здесь льют, то тогда мы пойдем. Влада говорит, надо снимать свой YouTube-канал и делать видео. И мы хотим провести опрос. Да, Влад? Стоит ли Саше снимать видео на свой отдельный YouTube-канал? Если вы считаете, что не стоит, ничего не делайте. А если вы считаете, что стоит, то тогда подписывайтесь на мой Instagram. Саша, ты не поймешь. Ссылочка будет вот здесь, вот здесь. Все, понятно, истерика. Помогила эклеры за фоточку в Instagram. Я ее выставила и удалила. И теперь у меня есть два эклера. Я съела аж половинку одного. Он оказался мятным и безумно невкусным. Но, тем не менее, у меня есть бесплатные эклеры. Я смогу их подарить и буду чувствовать себя благородным человеком, который кому-то помог и сделал хорошее дело. Вот так. Я не могу становиться на рыбать, потому что очень сильно громко будет трек классный. Сулема, быстро берешь все, что есть. До пизерватива. Я с вами встретилась. Короче, на Украине Fashion Week было реально гаримо. У меня очень испортилось настроение. Я нереально замерзла. Я ненавидела весь мир. Мне кажется, что все мои знакомые меня тоже возненавидели. И я уехала. Теперь буду тусить, поднимать себя на страницу другим образом. 25 этаж. Стоит меня рыжевать просто. Меня в армию хотят забирать, а я не хочу. Поэтому я пока пью, пока меня в армию не забирают. Максим мне снял видео, там, где я танцую, а там ничего не видно. И так дела не делаются. Вот сейчас будем исправить ситуацию. Мы уже едем в Дымный. И Максим будет нормально снимать мне видео. Нормально. Дымный – это бар, где будет происходить модельная тусовка. Модельная? Модельная. Модельная. Я еду туда ради моделей. Ты слышишь? А тут что надеешься, да? Да. Ты знаешь, что ты туда едешь. То есть за бесплатный коктейль ты ничего не говоришь, да? На бесплатный коктейль, ну, блин, мама меня смотрит. Ну, нельзя. А, что, серьезно? Ну, да. Иди сюда. Иди ко мне. К сожалению, моя идея фикс не удалась. Я хотела посетить все дни, но у меня не сложилось. И, так сказать, по семейным обстоятельствам мне довелось пропустить аж три дня. Это было воскресенье, понедельник и вторник. Иду в среду, среда, последний день Украины в фэшн-вик. Я должна закрыть уже это дело, достоять до победного конца и все. Благодаря Женечке я снова попала на бэк. Очередной сезон, очередной раз Женя. Не надо такого говорить. Это будет тебе писать потом личико и говорить, Женя, проведи. Нет, только меня и все. Вот так. Сейчас я вам покажу наши девочки. Смотри, какие у нас прически. Тебе нравятся? Я не пойму. Мы сделаем такие волосики? Нет, мне не с чего их делать. Лишь сейчас на три. Смотри, у меня тоже коротенькие, нормально. Спасибо. Все. Мы завели Владу в примерочке. У нас начинается посетить. Что ты хотел дать мне интервью? Что ты хотел? Что я хотел, но вы у меня задаете вопросы, вы же берете интервью. Ладно, хорошо, сначала у него. Что? Обидно, да? Нет, нет, нет. Сексимвол. Я дизайнер говорил, что Родион это сексимвол Украины. Да, кто? Кривда. Без имен, без имен. А, без имен, да. Что ты стыкуешь? А? Что стыкуешь? Ничего. Пропьянила, пропьянила, пропьянила. Делаю шекши для нового. Быстро пошли, быстро, быстро бежим. Бегеть, он сказал, как я не знаю, кто отсюда. Как тебе Заревский? Что ты за барыжиста? Вот и закончилась неделя моды, я уже дома, и у меня появилось желание оставить вам пожелания. Так вот, желаю вам быть по-настоящему стильными и модными, а не такими, как большинство людей на этих мошенниках. Всем спасибо за просмотр, с вами была я, до скорых встреч и пока! Субтитры сделал DimaTorzok